вот так бывает эти рука отваливается когда салфи-палку забыл сразу добавляется народ всем привет полуношники вы чего не спите салам я же день через 10 минут поздравляю мы с вами в Алмате я приеду в пятницу утром в Астану приеду 17 в понедельник хотя сегодня был бизнес-форум бизнес-леди Казахстан выступал там два часа примерно может полтора не знаю вот немножко подустал слегка в бишке когда я же только вернулся я живот был на той неделе люблю эфиры в Астане нужно написать в директ хочу на индивидуальную сессию и все в Астане нужно написать в директ сказать хочу на сессию я живу в Алматы в Атрау когда приеду я не знаю в Россию пока не собираюсь пока все пишите в директ я вам скажу цену там все 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 и в Усть-Кеминогорске были да Шымкент когда я здесь я же прям сейчас в Шымкенте завтра будет мастер-класс если что короче приходите напишите в директ вам дадут ссылку ватсап и там будет все в Узбекистан когда пока не знаю чем я занимаюсь я психологией коучингом биопрактикой биоэнергетикой телом вот кто в эфир хочет ну-ка давайте кого-нибудь мы поковыряем в Чемкенте буду до в пятницу улетаю то есть завтра послезавтра еще будут принимать в Европу пока я не собираюсь у меня там нет организатора и пока мы не планировали почему потому что если честно я немного устаю от дороги вот очень плохо переношу поэтому я сейчас занимаюсь спортом мне надо короче сбросить вес чтобы нормально путешествовать потому что мы сейчас находимся в Шымкенте и мне здесь очень дурно от жары просто я ну вот с ума схожу а если я сейчас приеду в Узбекистан мне кажется в Ташкент я там и останусь навсегда в Бишкенте когда я не знаю это будет либо август либо сентябрь но посмотрим у меня сейчас там очень много друзей появилось вот у меня в смысле там были друзья но из-за того что у моих друзей друзья и оказалось что очень много людей которые могут поддержать помочь если надо будет вот поэтому я думаю что мы чаще будем ну вот приезжать в Бишкент вот это да Что-то я не знаю, я пригласил, и что такое? Через видеосвязь еще как работает? Если честно, я приглашаю, и что-то он подвисает, и не знаю, может бы сейчас у кого-то получится привлечь. Спасибо большое. Давайте следующего пригласим. У кого-то в настройках чего-то нет, вы не можете подсоединиться, то есть камеру вы не можете подключить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Жанара. Жанара. Вы откуда? Я с Ломаты. О, классно. Слушай вас. Рассказывай, зачем пришла. Короче, у меня не получается строить отношения. Я не замуж. Вам сколько лет? Мне 34-35 будет. 34-35 будет, ага. Не замужем детей нет? Нет, не была. Нет, не была. Причина? Не знаю, не встретила того самого. Нету достойных? Нету достойных, да, самая такая распространенная фраза сейчас. Угу. Вот. Ну, в отношениях была когда-недавно? Последний раз? Крайний раз. Ну, мы просто общались, это было с 19-го по 21-й. Чего? Года. Сейчас же 24-й, мне кажется, да? Да, да, да. Три года без отношений? Ну, просто общение там, ухажеры и все, не более. Как ты уворачиваешься, скажи мне? Проблем никаких нету. Красивая молодая девочка. Что случилось вдруг? Не знаю, вот, хочу разобраться сейчас, вот задаюсь таким вопросом. Их палкой отгоняешь от себя или что делаешь? Не знаю, даже вот. За тобой же ухаживают, дорогая. За тобой же ухаживают, что ты делаешь с ними? В последнее время в основном все женатые. Я женатых сразу отживаю. Либо младших меня на 7-8 лет. Ну, а теперь 5-8 лет. Ага. Мне кажется, они слишком маленькие. Хорошо. Вот. И ты чего ждешь, скажи? Не знаю, мне кажется, я должна, ну, не соответствовать моим критериям, наверное, я встречаюсь, знакомлюсь, но они вообще мне почему-то не нравятся. Нормально, никто даже и не понравится. С папой отношения, скажи, какие у тебя? Отличные. С папой хорошо. С папой хорошо. Уважаю. Хорошо. Папа сильно помогает, поддерживает. Что там происходит у вас? Ну, а папа, да, всегда меня поддерживает в моих начинаниях. Он всегда говорит, слушай себя. Он всегда дает мне совет, если ты в чем-то сомневаешься, ты можешь у кого-то посоветоваться, но действовать как тебе нравится, как тебе удобно. Ага. А скажи, пожалуйста, он тебя деньгами поддерживает сейчас? Сейчас уже нет, я уже самостоятельная, я сама зарабатываю. Уже сколько это? Так, я, получается, ну, где-то с 2020 года я уже самостоятельно, сама зарабатываю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что папе помогал? А что? Что-то мне уже страшно от ваших эмоций. Ну, кто тогда бы тебе, ну, пошел бы замуж, скажи, если папа содержит? Ну, не содержит меня сейчас папа. С 2020 года я уже сама. Я понял, с 2020 года. В 2020 году тебе сколько было лет? Девять? Ну, не прям стопроцентно, я вообще-то с 2009 года сама работаю. И этот... Ну, в основном бывает, да? До 2020 года на подсоске была, да? У папы? Да. До 2020 года у папы на подсоске была? Ну, наверное. Да? Да? Не совсем, но я же, ну, у меня, получается, родители живут за городом. А я уже в городе с 2007, с 2005 года в городе. Ну, с 2000 примерно, ну, прям не 100% завишу от папы. Поэтому я уже сама начала работать не так сильно, я так думаю. После универа я уже сама начала двигаться, но папа всегда поддерживал, да. Угу. Угу. Ух. 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 Что у меня, какие проблемы? У тебя проблемы, во-первых, то, что папа перестал тебя содержать, это хорошо. Это точно хорошо. А-а-а. Теперь надо с папиной шеей пересесть на мужскую шею. Вот это вот не получается у меня. Потому что у тебя такой функции до 30 лет не было. Возможно. Ну, мне многие хотят помочь, но я... Не беру. Не беру. Потому что я не такая. Потому что мне кажется, как будто бы... Ты сразу должна дать, да? Да. Да. Как будто все от меня что-то требуют. Угу. Такое ощущение. Поэтому я даже, когда вот предлагают, я отказываюсь. Угу. Хорошо. Ну-ка подышите. У тебя сделал глубокий вдох, дорогая? У! Ой, ё-моё! Давай еще. Давай, вдох. Вanych, вдох... Еще вдох. Дыши, дорогая. Я такая, жду диагноза сразу. Я вот посмотрела ваши сеансы, я думаю, что вы с людьми делаете, они прям рыдают, плачут. Я такая, побоялась к вам на индивидуальный сеанс пойти, потому что думаю, я даже тоже буду рыдать. А я не буду. Вдох еще. Еще вдох. Еще. Выдох. Через рот вдыхай, дорогая. Во. Еще. Мне жарко становится. Да, да, да. Сейчас посмотрим, что я делаю. Давай, давай. Вот так. Еще глубже. Дыши глубже, не читай никого. В общем, догадались. Дыши глубже. Вдох-вдох. Выдох. У меня голова кружится. Давай, давай. Прям затылок кружится. Угу. Хорошо. Прямо. Хорошо. как дела в теле ощущение у меня какая-то тяжесть пошла здесь голова затылок кружится такое легкое головокружение есть и немного жарко супер давай чуть-чуть 5 минут эти отпущу дыши лучше так еще чуть-чуть давай плечики расслабь немного и выдыхает вот так молодец и кружится голова вот так вот это все напряжение села выбрать сбрасывая землю еще чуть-чуть между лопаток осталось еще глубже вот так руки на низ живота положить теперь да и туда дыши давай ну давай сейчас как дела у меня сильное головокружение внизу живота что происходит нормально тепло холодно что там нормально тепло ощущает тепло спору между лопаток что нормально все как было без изменений лицо нормально нормально вокруг то не менее ты не чувствуешь нету нет тогда еще чуть подыши сейчас будет на конец на конец это думал что все обдевались и 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 как дела хорошо хорошо короче смотри я тебе прям рекомендую 20 воздушных шаров возьмешь идешь на улицу и даришь 20 парням за которых бы ты вышла замуж каждому по одному поняла пока все хорошо дальнейший я уже должна на индивидуально записать и сначала вот это сделай потом следующее задание кидом но пока сделай так три года без отношений это говорит о том что ты у тебя нету видения мужчины вообще ты взрослеть не хочешь дорогая потому что когда ты выйдешь замуж твое детство кончится поняла вот и все ты просто тупо не хочешь взрослеть потому что папа тебе не дал от коммунизма никто бесплатно не отказывался добровольно поняла детство жопе у тебя еще замуж выйдешь не пройдет замуж выйдешь детство кончится придется быть взрослой ты пока не хочешь насколько я тебя понял ты как-то стрекоза помнишь которая была в басне все все лето это красная пропела до пропела и не готовилась к зиме что-то оттуда у тебя хорошо а вот теперь следующее задание чтобы получить я на индивидуальный или на мастер или мастер-класс в алмате куда приди 2 июля по моему будет хочешь так и хочешь так приди хочешь в марафон отношений зайди без разницы вообще что-то сделать с этим уже хорошо хорошо спасибо большая пожалуйста до свидания надо отключить так кто у кого еще есть вопрос запрос какой адрес вы хотите пишите в директ вам там ответят куда вы хотите куда про деньги подава продвинутьев еще одна с кошками боюсь вид дышала месяца мне холод и не менее но это знаете елена проговорите я имя выбираю жить и там прореветесь вы неожиданно говорю спасибо что подтянули смотрите ситуация какая все время девушка была с вопросом по поводу почему она не может выйти замуж вы говорите детство и она не отозвалась отозвалась потому что долго точно так же себя как бы вот чувствовала вела долго не могла выйти замуж сейчас двое детей и задалась наконец-то вопросом и здоровье и зарабатывание денег вот хочу самостоятельно да чтобы не было этой поддержкой которая была от родителей от родителей жестко отрезалась вплоть до того что меня отец не убил понимаете и моего ребенка двоих и мы на сегодняшний день так общаемся что я скрываюсь чтобы не знал где я живу как я живу твой отец и не чей отец мой отец мой родной отец зачем он тебя убивает ну на фоне того что с матерью развелся и мой дом как бы принадлежит документально мне и он ну он его отобрал у меня мы там не живем и вот насильно отобрал грубо говоря просто вот иди куда хочешь с детьми с мужем своим куда хотите иди нет мой дом мой кто его купил мать мне его покупала вот на разводе сейчас мать уехала живет в россии а он в украине вот ну и я соответственно тоже здесь живу и ситуация такая вот ну знаете сложная вообще как бы да сейчас сейчас тяжело с работы и все и я сейчас финансово пытаюсь выйти на самостоятельность да вот чтобы вот у меня деньги были потому что детей кормить нужно ну и да ну им уже 6-7 лет а я не могу у меня постоянно идет слив постоянный слив хотя в душе я вот уже ну как бы считаю что я его простила потому что ну то что простила ну родители большой путь уже прошла понимаете я уже понимаю что нет смысла держать обид на него и у него свой выбор у меня свой выбор а деньги все равно ко мне не идут понимаете пожалуйста ладно очень сложно тебя понимать потому что во первых если ты в украине почему ты не уедешь сейчас не хочу мужа бросать это первое это первое второе это здоровье потому что я после того случая когда у нас чуть не прибил я перестала ходить и я очень долго восстанавливалась то есть нервная система отказала мне на ноги и и муж меня долго восстанавливал по разным остановись пожалуйста потому что это если у тебя ноги отказываются нежелание жить нежелание идти если нет физического тебя если он тебе ноги там не перезубил топором позвоночник если это психосоматика это нежелание идти дело в том что когда я его уже после бубновского центра они меня как бы да реабилитировали немножко и тем не менее не смогли поставить и помочь дорогая остановись пожалуйста все остановись не разговаривай вообще помолчи пожалуйста ладно потому что у тебя идет только жалобство сейчас я тебя понимаю что там и папа там этот и война сейчас идет и очень сложно тебе и муж у тебя и дети и что делать не знаю куда идти у тебя одно наслоилось на другое дорогая да я тебе прям рекомендую если честно не место дислокации поменять я пожалуйста хочу перейти нахрен оттуда пожалуйста сейчас вот этот вот как бы травму войны снимите сначала триггер а потом разбирать со всем остальным мы уже просто привыкли я уже не обращаю внимание понимаете а психика твоя я же слышу тебя сейчас да я нерв нервничаю да ты не нервничаю тебя внутренняя агрессия вместе с обидой на всех блять это же невозможно так дорогая выдыхай да ну ка еще глубокий вдох давай вот так сжато все внутри давай вдох из тела выдох вот так еще глубже вдох вот так еще вдох из рукава так крутится давай давай еще не читай никого сейчас дыши просто глубокий вдох я на воздух смотрю ты дышишь вот это живот вдохни поглубже вот это че то дело ага а так Голова вот здесь, вот макушка, она просто разрывается. Давай, давай, пробивай, вот так. И уже несколько дней голова болит. Давай, дорогая, у вас там не только голова будет болеть, вдох ещё. Руки трясутся в телефоны. Сейчас из тела будет страх выходить. Да, 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 давай. У тебя уже и плакать нечем, понимаешь? Выдыхай. Да, выдох. Сейчас не медь, всё тело будет потихоньку. Угу. Ух ты. Ух ты. Тут-то. Угу. Зажатость. Уже к кинезиологу 7 лет почти хожу. Дышу, дышу, дышу. Уже шею не разомнился. Дышу, дышу, дышу. Потому что гиперконтроль. Потому что надо сейчас всё контролировать, дорогая. Вы так уже сколько лет живёте? Много. Давай. Давай, выдыхай. Вы в постоянном напряжении. Уже сколько война идёт? Два года? Два, но до войны хватило. Давай, давай. Я сейчас сознание потеряла. Давай, давай. Потеряй. Ничего страшного. Внутри просто сдайся сейчас. Позволь телу расслабиться. Сдайся. Вдох. На выдохе расслабляй тело. Ага. Вот так. Вот так. Да, да, да. Вот так. Ещё вдох. И прям тело расслабляй давай. Вот так. Ага. Молодец. Ещё. Тут как-то в груди. Лёгче. Хорошо. Ещё. Вот так. Ага. Давай. Сейчас уши закладывай. Давай вдох ещё. Ну вот так. Молодец. Садись. Давай, давай, давай. Сдавайся. Сдайся. Вот так. Ага. Слегка ещё. Такая картинка идёт. Как будто бы стаю прозрачная такая вся, как сосуд прозрачный. Я вижу свои, как сосуды, как вены, да, они по ним что-то стекают, такое непонятное. Голубое какое-то, бирюзовое, а внизу такое вязкое какое-то непонятное. Вот это внизу должно выйти всё. На ногах вот там сейчас всё. Продавливай. А я думаю, тут по верху, в висячее состояние такое. А сама светлая. Продавливай до конца туда всё, пусть всё выйдет. О, меня трясёт. Да, да. Оно там вот от колен. Продавливай, продавливай. Сейчас ты увидишь. Такое серебро. Я не пойму, от головы идёт серебро до половины, где женская вот серепродуктивка. Я бёдра чище вижу. А вот тут, где грудь, да, вот такой шарик как крутится как-то вот так вот. Такой красивый свет. Не знаю, ну такое вот идёт. Всё правильно. Дыши глубже тут. У меня такое чувство, что он сейчас взорвётся, разнесётся. Сейчас, сейчас взорвётся, давай. У меня тяжело, у меня не то, что тяжело, места мало мне. Давай, давай. Вот там внизу чуть-чуть ещё. Давай, давай. Молодец. Ну, сжимает. Давай, давай, давай. Ого. Как толкает вот здесь, вот в груди. Не могу глаза закрыть, чтобы видеть. Хочется больше увидеть. Сейчас и трешка. Идёт кошмар. Давай, давай. Вот это синяя, синяя-бирюзовая, но там уже чёрная внизу в ногах. Я их крупнее вижу, а голова кружится. Вот так. Смотрите, я вижу ноги. Почему ноги... Всё время вопрос, почему? И оно там самое грубое. Оно там... Потому что ты идти боишься, дорогая. Отдыхай. Прямо в двух ногах. Земля, да, как будто бы земля. И оно липкое такое, вязкое, тянется. Не могу оторвать ноги. Отдыхай сейчас, да. Дыши. Сверху энергии продавливай, чтобы из ног это всё вытекло. Вот эта энергия красивая сверху. Она беребровка. Вот сейчас должна такой стать. Здесь уже легче. Показывает мне, что ноги очень плотно. Продавливает. Вот это в груди крутится. И руки вот распирает. Оно как Млечный путь. Не Млечный путь, а как вот круг. Такой вот очень интересно. Как звёзды. Вот их много. И они быстрые. Вот мчится всё. Им мало места. Очень интересно. Вниз не могу выпустить. Ау! Аж тело внутрь. Выдыхай, тебя не слышно, правда. Ты микрофон закрыл, окажется. Дыши глубже. Ага. Ноги тяжёлые. Давай, давай. Вижу позвоночник, столб. И как будто... Ну вот, да, вот костная система. Вот мне показ, где я никогда так вот не изучала, но я её вижу. И вот этот серебряный такой поток вместе с голубеньким чем-то таким вот в тазобедренных. И всё вот это вот уже по кости, по столбу идёт ярким. Вот как из груди, да, оно туда запускает. Вот вообще как канал такой идёт. Ай, мороз! Фу! Плакать и вправду нечем. Фу! Оно как будто бы и слёзы какие-то накатывает, но нечем. Угу. Стоит в тазобедренном. Сзади вижу себя весь позвоночный столб. Вот этот вот затылок вижу. Угу. И вот тут везде оно такое яркое, оно красивое, серебром. А в ноги не даёт. Потопаем ножками. Тяжело. Давай-давай, попросим. Тяжело, тяжело. Тут где пятки? Икроножные и пятки. Да-да-да. Это будущего нету? Не вижу будущего. Всё увидеть, правда. Слово «Испания» крутится в голове. Я вообще не поняла ничего. Ну всё, что, место выбрала новое при переездах. Зачем? Вот тут те ноги уже как-то оно вообще полное, как смола. Топай, топай давай. Потопай. Вот когда «Испания», «Море», да, вот это вот слово к «Испании» созвучно идёт. Твоё спасение, не понимаю слово. «Испания», «Твоё спасение», ничего не поняла ты, да? Ага, вообще, вижу море, вижу ноги в море. Опа. Подтрясывает немножко. Особенно ноги вот, вводит прям. Айя, привет, я с тобой. Не переживай, я вижу всё. Ты дыши. Вот это где ноги мне тяжело. Рожать спокойно сейчас, дорогим. Прям в прямом фильме. Почему она не отпускает? Вижу море, но не вижу... Как вот вы говорите, не вижу перспектив. Если море, то что? Чтобы, 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 что тебе море. Еда, говорит мне что-то слово, какое-то еда. Живот показывает. Айя, не переживай, я с тобой. Только я вижу сейчас себя как по-другому сейчас, как две меня. Здесь вот это вот кристально чистое, да, такое изображение, где всё вот это идёт в ноги. А туда вперёд вижу море, и я... Я как тело, да, телом своим. Другое тело. Показывает живот. Кишечник вижу, боже, я в шоке. Кишечник вижу. Отсюда вот туда. Что-то, вот, вот кишечник, да, а вот выше кишечника я не понимаю, что это. Оно какое-то розово-красное. Стою задом к морю. Там, там как, не горы. Я не знаю, что это. Я не была в таком месте. Что, что, кишечник, не понимаю. Там какие-то пятна. Маленькие, маленькие, маленькие. Слушай, а тебе как грибы. Да вот, убирайте грибы. Да ты лучше. Прям выдыхай эту всю херню. Оно над кишечником, кишечник. Рассказывай сейчас, просто выдыхай. Убирайте. А шо мне делать, я не понимаю, я его вижу. Я не делаю, ты просто дыши. Вверх, вверх, вверх кишечника. Они вот так, как вверх проросли. Сейчас такой, вот такой выход пошел. Выход, фу, морозит, фу. Слушайте, такой хохот. Нас много, нас много. Вот эти грибы, шо, шо, шо. Корешки. Ты про нас знаешь. Ты все про нас знаешь. Фу, морозит. Фу, ужас, фу. 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 Ты все про нас знаешь. Ты все про нас знаешь. Ха-ха-ха. Фу. Часлогонь, б***ь. Ну, мерзость какая. Фу. Они уже вот здесь вот. И у них корни очень глубокие, вязкие, длинные корни. Они не хотят. Они цепкие. Фу. Фу. Ты все про нас знаешь. Фу. И ничего не делаешь. Фу. 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 Они выходят. Они вот тут, где уже голова. Аж вы все... Ну, да, встречай. Фу. 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 Тут и кричит. Она нас видит. Фу. Она давно нас видит. Фу. Фу. они вот здесь вот здесь вот шапочки и все шапочки вижу они такие разные а корни длинные фу еще чуть-чуть на дикий шить никуда это вот место они там но я не вижу черненького болит они все уперлись мне в голову не хотят идти дружные такие слушать и нет потрясает знаете они вот так стали белые корни вот такие вот и стоят я в шоке выдыхай выдыхай пока не думай ничего вдох выдох вдох как голова раскрылась там в теле они вот так вылазят твари фу они не тварь они тоже жить хотят мать присоседились присоснали выдыхая не видела было б легче вдох еще не тарахти вдох выдох выползают круто в разные стороны так в две стороны раз раз дыши вот пошли нафиг давай как их вот ну осталось памяти что я их видела но я вижу как они выползли с меня даже по мне вот тут а ну выпускаете фьюту зеркалью вижу это это лево-лево право-право они как листы такие корни у них между собой плотные ты что думаешь только в тебе инопланетные организмы справа не выходит от это право-лево как-то вот здесь шея как раз я как раз я проблема сердце бьется так учащено у тебя микрофон опять закрылся мы тебе не слышу он висит он тупо висит корешком я не могу ничего сделать возьми его выкинь нахрен вот это вот сейчас меня которая возьми и брось на пол сейчас подожди я визуально еще и так вот раз как ты много думаешь просто ужас скажи вот в интимной близости с мужем ты тоже так много тарахтишь это да-да-да-да ему надо поставить когда что-то заткнется вот ты люди короче у кого грибы и богу проблема полегчало ну вот поражать надо было я их не боюсь дело в том что ну видите оказывается они с меня орут вот он остался здесь и все короче ты не можешь давай расскажи ты вот пока дышишь расскажи как вы там чпокаетесь что ты там говоришь глаза закрой чуть-чуть левее чуть правее что ты тарахтишь там на шеглу уже только я такое не скажу ну тогда подумай просто вспомни что ты говоришь мне вот просто интересный диалог этот вообще сам по себе просто я в немецком кино видел просто там глубже давай туда-сюда там вышел твой последний гриб нет он висит корешком он как сдох знаете он сдох он висит придется рассказать что вы там с мужем обсуждаете вот это спуска света да вот это которая крутится она ему не нравится вообще вот это зашевелило все он горит он от этой вспышки все его нет уже не додумалась раньше сюда татар голова от этой части тела да она закрывается солнышко да вот это все дипляж красная над кишечником она не красно-розовая я не понимаю стоит ли мне туда смотреть или нет вот эти гады они оставили шрамы этот кружочек света который слышно вижу сейчас я успокоилась чуть-чуть на слабо и он и так вот крутится и сейчас идут такие вот эти искры света которые сейчас над кишечником работают как такой вот цвет такой вот он серебряный серебряный красивый теплый свет мне аж тепло здесь вот по телу сердце показывают сердце и такие вот как видно вот сюда вот я не знаю что это тоже как какие-то сплетения что это к шее сюда изнутри вот там я не понимаю что это я не я не соображаю не доктор а ну как вот такими как двумя прутями такими стягивают к сердцу и она тоже бирюзово такое как глубина океана такого цвета меня какой-то страшно если я их порвал сейчас что случится это не мой страх они как струнки 2 200 икша и туда идут клапаном потому что часть это закрыто для меня и эти две струнки к сердцу идут и к шее вверх мне все время говорят блуждающий нерв типа ведущий к сердцу не понимаю но я их вижу как как знаете вот в сердце влипшая вросшая и сюда шею назад давай глубокий вдох говори я я имя юля прошу убрать и деформации прошу убрать все деформации прошу убрать все деформации как такая метка черная метка на воду убирай да ну так классно шула в окружке как кол в сердце гвоздь я его вижу гвоздем ну выдыхаю убираем деформации епта мать сейчас не делай то что я тебе не говорю пожалуйста ладно дышишь выдыхай быстрее закончится сейчас потому что мешать он не такой липкий он плотный он выкрутился вышел из сердца он большой нет узнать и желание сказать а я хочу чтоб ты был маленький ты маленький ты ничто тебя вообще не должно было быть здесь а теперь слово пошла фраза тебя здесь оставили забивал очень долго еще идет фраза программа ему так ему такая программа ваши бесы фраза я его сейчас визуально вижу маленьким и и там что-то на нем не такой живой цепляется как бесенок такой вашей бесы вот это слово это маленький бесенок он за него цепляется 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 хочет сделать больше а я против сейчас картинка идет что это это вот маленькая колышек да вот это с этим бесенком и выложу на землю как будто бы он спускается на землю хочет вырасти я я уже с ним знакома ты мне сказали мне она говорит ты меня знаешь фон сейчас вырос мне страшно фу мы меряемся сейчас кто сильнее фу боже мой он все больше и больше но мне смешно он бессмысленный и у него нет смысла но он сейчас большой он больше меня волосатый хвостом у боже у него цвет есть о мамочка так он пытается меня напугать этим что он распирает что он большой с пузоем уперлась типа я маленького большой такое чувство что извне какое-то огошение его он сейчас меньше идет он уменьшается уменьшается снова все хотят жить в этом чудесном мире да сколько вас у меня в животе слушайте меня такой скручивать животе стал такой чуть меньше меня ростом до такой карликовый этот гвоздик олсик он за него держится морозит но спят очком мы с ним знакомы я уже не первый раз не стычки притом по жестко можем было семейный 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 фукшит такое он еще зуетесь свой акцент он смеется опёрся об этот косик что типа я не могу с ним справиться что я уже пыталась а он все равно в моем сердце оказался представляете что у меня разрывается этот желудок сейчас так хочу его раздавить ногой и почему-то слово нельзя с кому нельзя он еще смотрит тебя где я вот это вот отражение вот это душе он рассказывал изначально вот я вот это сосуд такое ему это не нравится он смотрит туда но ему это не нравится а я вижу все равно свои эти пятки в этой в этом вязкости и его напротив вижу но я теперь я в этой вот сосуде и он стоит с этим колышком все равно вот так вот знаете облокотился об этот колышек и морда давай выдыхай я встречу тарахи глубокий вдох ничего не пересказ просто глубокий вдох и выдох давай еще глубже дыши глубже не рассказывай выдыхай я говорю сейчас аудитории почему я не останавливаю процесс глубже потому что то что она рассказывает это правда так и есть сундук такими интересными я такого не видела сколько я проходила всяких сеансов такого не было как страшно у меня страшно он меня пугает понимаете он говорит что он я сильная я как стержень вот здесь вот просто дыши наблюдать за процессом не тарахтитесь хорошо тот кто блин не чувствовал эту тварь выдыхай ёб твою мать не разговаривайте я хочу заставить себя просто дыши я тебе говорю трясёт мне так легче если я говорю дыши глубже нам не надо чтобы тебе легче было хорошо а надо чтобы нам легче стало дыши выдыхай давай сука сказала на меня иди нахуй блять нахуй иди да Та была слабая, говорит. А ты, сука, сильный. Иди! Нахуй! Лезь, не ты, вали, как кем хочешь. Забери свой кол. Это твое. Забирай с собой. Не оставляй мне здесь ничего. Семья будет против. Он в сундуке, сидит на нем. Ты одна дома? Нет. Он сидит на нем. Кол не забирает. Это твое. Это твое. Это мне не принадлежит, она говорит, твоей семье. Да пошли вы нахуй со своей семьей. Здесь нет ни семьи. Ничего. Забери. Прочь. Он не хочет забирать этот кол. Он лежит на песке вот этого моих ног. Семья тут ко мне не имеет никакого отношения. Я против. Я не хочу это нести с собой. Я устал. Он его на хвост подкрутил себе. Маленький. Он говорит, пожалеешь об этом. Ничего я не пожалею. Я сильная. Подушка рядом есть? Нет. Нет подушки. Меня трясет. У меня ноги трясет. Он еще не ушел. Какая-то лестница. Сидит, ждет. Злится. Говорит, сильный. За сундуком светло. Но там, куда он прыгает, там не темно. Но он не хочет. Обнуляться не хочет. Вот пришло слово. Обнуляться не хочет. Все сначала не хочет. Фу. Вот оно. Фу. А делать гадости. Хочется, да? Фу. Мразь. Каждый на своем пасту. Ха-ха-ха. Говорит, сука, захотела быть счастливой. Фу. 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 Лестница. Фу. Она тоже. Вот это вот все от ног, да, Мария? Это его. Она вот такими капельками. Фу. 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 Она идет сейчас потихоньку за ним. Но он висит. Фу. 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 Там воронка начинается в сундуке. Фу. 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 Идет с ног. Выдыхай. Выдыхай. Ёб твою мать. Фу. 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 Вот так пошли на холод. Фу. Фу. Иди. Я тебя отпускаю. Иди. Фу. 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 Ты сегодня заткнешься, нет, а? Фу. Выдыхай просто, если я сказал. Фу. 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 Давай, извиняй. Чуть-чуть осталось. Рука, горячая, горячая. Давай, пошел, я тебе сказал. Что у меня? Выдыхай, твою мать! Еще! К другому телу идет вот этот поток. Он сидит. Бразь. Короче, прекрати с ним бороться, понимаешь? Я здесь нахуя сижу тут. Все. Заткнись, блядь, а! Зайдешь-то. Заткнись, я тебе сказал. 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 Кружится голова. Заткнись, я тебе сказал. я в шоке можно я пишу две секунды получается такого пошел в этот сундук но я не вижу картинки до конца прошло уже зачем ты обратно лезешь а вот этот поток в ноги который шел и из ног это это было прошло успокойся сейчас все хорошо глубокий вдох и выдох состояние лови что ты постоянно знаю откуда я знаю вот это есть такое постоянно обо всем думать контролировать еще озвучивать видела человеку окна посмотри про тебя это есть такая профессия в японии человек стоит у окна и рассказать что там происходит целый день ему еще за это деньги платят кстати я за это покажу пока что деньги платят вот мы нашли твою сторону ниша есть уже у меня вот вот здесь вот такой ком в желудке было больно ноги просто горячие вот прям такое горячие слушай просто все нужно было говорит не буду говорить но я понравилось что он сказал оно оно не оно то сильно он это для него сильно много и вот это руки руки легкие руки легкие мне вот это тяжесть плечах постоянно и о боже боже интернет творит чудеса ребята боже всем всем в интернет кто далеко дорогая в испании уезжает желательно с детьми и мужа возьмется море питание вы там и почему я тебя не останавливал потому что то что ты все рассказывала тогда процесс так и шел на самом деле весь процесс шел это правда если люди говорят что там типа там ну короче кто такой этот процесс он так и происходит это энергии про которые я говорю то есть весь процесс идет через энергетику и то что вот она рассказывала то он примерно так и происходит весь процесс потому что я спряталась на батарейку уже все показывала такое вот мы за тебя все очень рады но я я тебе прям рекомендую всю семью с мужем поговорить езжайте в безопасное место для вас вы в перманентном состоянии стресса находитесь там в войне вы к этой мало того вы к этому привыкаете я понимаю там предатели родины там еще что-то очень много патриотов и так далее но это не значит что надо с детьми умирать там я не могла выехать потому что тело вот так как камень и я была приказана к кинезиологу понимаете я сейчас езжай ладно ты привязана к кинезиологу ты поменяй место жительства у тебя сразу все отпустит сразу все отпустит понятно что ваше поколение все уже все покалечено это психологически физически кого-то не стало детей спасайте вы что там с детьми сидите услышала меня дорогая я не знаю вот и сколько с украины с девчонками разговаривают есть некоторые упрут они хотят уезжать я понимаю это родина нельзя там и так далее но и ну короче ты же не военный уже езжай в испании возьми детей потихоньку этот тихо тихо там все восстановят в мирное время намного проще денег заработать и всего понимать вы вы сидите в состоянии войны это очень сложно же уже там же и деньги и деньги такая горячая такая у нас холодно сегодня но я кипяток все я поняла поняла меня теперь надо да небольшие действия приложить и валить кому-то может быть нормально выбери мир пожалуйста хорошо выбери мир не для себя для детей выбери ладно ты одна была ни детей никого там бля ну ради детей уйдеть спасибо хорошо я это видео сохраню потом туда комментарии чуть напиши ладно как ты себя чувствуешь завтра я ко всем обращаюсь тоже и вы под видео которое сохраню напишите пожалуйста комментарий понравилось что понравилось свои ощущения какие ощущения я теперь буду писать как меняется жизнь она вас подписана где-то представляете в месяц я вам потом еще напишу это наверно друзья эфир завершим уже тоже всем спать пора большое спасибо мы с тобой еще увидимся я думаю что в комментарии еще там увидим ладно я буду периодически такие эфиры делать в общем пиши тоже хорошо что у тебя там как все тогда все спокойно ночи пока пока хорошо вечера